итак мы приехали на объект на диагностику вот домишко сначала по традиции дам крупный план василий сделай ручкой вот давно тебя не было видно ты где пропадал ты где пропадал вот наш заказчик на данный момент значит но как я понял беспокоит здесь человека представляет отделочную фирму значит делает уже здесь ремонт отделку и так далее здесь холодное перекрытие мягкая кровля и проникает влага из отапливаемых помещений в этом пироге высаживается на гидроизоляции верхней там что-то невообразимое творится по его словам значит надо это все проинспектировать строительная фирма естественно говорит что все оврайд сырой дом бетон там все нормально все раз рассосется но в общем как всегда сомнения у людей мы приехали это развеять итак мы поднялись на второй этаж в доме тепло отапливается смотрите вот пароизоляция причем она такая плетеная как мешковина скорее стыки не проклеены вообще по периметру между собой и сто процентов она вот эта мешковина пропускает вот эта пароизоляция теплый воздух который поднимается он вверх и попадает в утеплитель ночью свет есть там лезть можно все погнали упорно лестница жидкая скачет так но что тут рассказывать сразу видно капли вот они а сразу видно что мокро так чердак холодный до отопления тут нет вентиляции и вентиляция чётенькая но приток конечно по периметру есть желательно он кровля мягкая здесь коньки вон там разрезать что дышал я просто сейчас не вижу снегом заметено какие мне там вентилируемый конек либо аэраторы там есть грибочки на крыше какие-то но вы летом здесь сделали штукатурю на крыше смысл смотрите если там все нормально значит смотрите вода канате вообще все мокрое он дерево да так вот это тоже заглянем брусок есть нужен но я хочу вам сказать что вам повезло конечно крыша сделано хорошо а вот перекрытие срывать аж хлюпает но хотите сейчас для остроты картинки мы сейчас разрежем покажем мокрый утеплитель а где ну давайте чтобы не портить ну тут уже высохла тут он момент они не высохла что просто новая дырка не делал можно и новую дырку делать я думаю это все равно здесь до мембраны слушай мокрое все понятное дело мокрое все а утеплено 250 до и верхние слои мокрые да нет я вам верю смысл у меня уже ответ готов у меня ответ готов на это но конечно частично утеплитель вам придется менять выбраковывать ну вот а ну сюда посвятите здесь хотел армопоиск посмотреть так ну здесь вентилируемый карниз конечно не думаю что есть там скорее всего нет вентиляционно дом отапливается газом батареи греют правильно тепло поднимается куда наверх наверх если вот эта пленка пара проницаем а пара проницаем а вот серая серебристы который мы снизу видим плетеночка если сквозь нее теплый воздух проходит он во что упирается и когда встречается с холодом он во что превращается теплый воздух ну вот вы сами ответили на свой вопрос так что здесь такая ситуация что люди боялись вообще что-то может с кровлей и так далее да нет кровля нормально в принципе ошибка допущена утепление перекрытий в использовании пароизоляции однозначно пароизоляцию надо эту заменить проклеить утеплитель уже перебрать сделать дефектовку ну что там половина его прям сочится в нем содержится влага и все будет отлично здесь еще в принципе по-божески поедем сейчас на другой объект вот ребят едем я на обратном пути решил обязательно вам заснять остановиться сейчас выйдем смотрите кровля это вообще оттаз что с ней произошло сюда припаркуешь вообще ее развернула положила туда провалилась то ли от снега то ли это да вообще тут дом лепилово конкретная подпорки истеса понятно подпорки истеса мурлата не туда вообще-то кто-то дом-то строит царище они прекратили стройку она у них короче провалилась в момент стройки да не может снега намело не ну концы видишь они вытащили и не обработали корнице не делали ничего так обалдеть положили не ладно ветром бы и унесло а так она лишь в середину провалилась ну ладно мы не будем особо участок чужой собственно чужая там лазить не будем смотреть ну и так понятно что как так строить я не пойму как так строить вложенные деньги здрасте добро утро дмитрий вот наш клиент дмитрий вызвал меня на диагностику вот ну вкратце дмитрий расскажите всю проблему в чем здесь но здесь основная проблема появление конденсата на крыше то есть используются некачественные материалы самые дешевые вот при сильном морозе я вы почему знаете что дешевые ну в последствии по видео ну что нет ну во первых был здесь настройки во вторых как бы подрядчик так скажем закупал здесь некачественные материалы видел какой пилы материал сюда приезжал вот поэтому мне такое мнение что наверняка гидроизоляция нарушена когда при сильных морозах то есть идут потеки по стенам вот на моменте застройки на было их тормозить ну надо было тормозить там была своя такая ситуация немножко не давали мне тормозить я сейчас разбираемся со всеми этими проблемами вот хотелось бы такие три жилых домика с мансардочками видно что мансарды жилые газ есть до отопления часа газгольдер у нас стоит в той стране подача газа все батареи работают озопление работает деревня павловская домандидовский район сейчас глянем сейчас глянем сколько у нас тут где-то в минус 11 с 12 чем сильнее мороз тема больше вот я черное образование видно что соответственно здесь основная вода протечка сюда руку засунуть вот так здесь вообще по изоляции нет даже с выпуском полностью тут гирскартон подзывался уже вот наверху тоже посмотрите тоже основной по балкам ну сейчас давайте мы посмотрим войдем это везде да такой да здесь вся эта песня как ну пойдемте смотреть пирог а вот у вас выход есть вот туда на чердак так есть выход да он маленький но маленькие можем его расширить ну раз уже пойти по вашему желанию но я чтобы полноценная была диагностика да да все что скажет сейчас я ребят позову от ну давайте пускай они вот это вот пилит одно чтобы туда залезть хотела заодно ну где дело ваше да так дорогие друзья начал я внедряться уже поглубже в ситуацию смотрите вот пароизоляция так называемую пароизоляция это не назовешь я просто говорю что где ее применяли в качестве пароизоляции но это ребят не не пароизоляция потому что я сейчас ну прислонил взял оторвал участок губами он пропускает дунул воздух в обратную с другую сторону то есть теплый воздух влажный воздух он проходит только аж на раз сквозь нее идет дальше ну что посмотреть вот эти так называемые кукушки вон в доме напротив такой же дом видите утеплено совсем в 10 сантиметров вот здесь выломали гипсокартон не пароизоляции ничего здесь нет но также не гидроизоляции то есть в этих треугольничках по сути вот этот перегородочный утеплитель я не знаю плотность ремня какая 15 нужно 35 но по сути вот видите здесь виден обледенение это что касается треугольничка теперь идем дальше заглянем вот я утеплитель высунул видите такой лед залипший то есть сквозь эту пароизоляцию проходит насквозь теплый воздух и попадает сюда на гидроизоляцию а теперь самое интересное в качестве гидроизоляции использовалась эта же пленка такая же которая вот она одна в один она идет и сюда и туда то есть при монтаже этой кровли относилась относились к материалам и к монтажу номинально значит пароизоляция какая-то должна быть и гидроизоляция видимость создали изобразили здесь какая-то пленка есть здесь есть цена этой пленки вам хочу сказать рублей там 600 800 рулон на на рынке то есть как бы вот будьте любезны результат это я разрезал заглянуть а наш дубовая она вся во льду тытащить толщина толщина сантиметр контр брус есть для продыха вентиляция сквознячок идет сквознячек идет но но вентиляция да я руку вставляю вентиляция есть воздух гуляет сейчас полезем наверх но кстати снизу когда смотрел мы только зашли на сам я не видел там ярко выраженные все сеточки чтобы для вентиляции соседов нет никакие ну просто доска отбили алексей ребята честно для на для наших подписчиков скажите вот сколько вот вам сколько платили людям за эту крышу вот заработают тоже соседний дом сколько вы платили за квадратный метр ну тысяч триста рублей квадрат 1000 то есть 1300 рублей стропила до поставить стропила полностью работу пирог без учетного материала ну подшивка до крыши ну недорого не должен недорого поэтому так вот не человек говорит что недорого договорились 1300 а кто делал брать армяне армяне хорошие хорошие до специалисты ночью я я вообще раз говорю ребят давайте вот вечно идет дискуссия с моими клиентами потенциальными которые хотят допустим подешевле сделать допустим на 1200-300 я говорю сто процентов вы найдете исполнителя и даже и сомневаться не надо но если вас не интересует результат конечно но это конечно печально сейчас полезем наверх сколько здесь тут десятка всего утепления это маловато маловато для перед и что куда это годится это тихо 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 на меня капать вот здесь надо смотри как минимум надо разрезать пленку получше будет сейчас дышать вот здесь вот на коньке разрежьте 5 сантиметров ну елки-палки хоть наверх будет еще конек заглушили хоть часть будет наверх уходить вот опять спрашивают ребята как вот минимальными усилиями отскочить от этого я говорю гарантированно никак гарантированно не как надо смотрите как заделывает стыки до сопряжения труб вентиляционных должно быть скотчем